А что самое главное утром? Душ, зарядка, главное, чтобы не уснуть. А, подожди, завтрак. Все верно. Вкусный, заряжающий энергией, полезный завтрак. Ведь хороший день начинается с хорошего завтрака. Не отойти с Вархатом, ни один раз нам уже это доказали. Сегодня ребята будут готовить пицца-бутерброд. Ну, звучит вроде бы несложно. Ну, предлагаю уже скорее, скорее посмотреть. Доброе утро, наш дорогой зритель. Я надеюсь, что вы нас рады видеть так же, как и мы рады для вас каждое утро готовить. Сегодня мы будем готовить что-то очень вкусное. И я попрошу помочь мне Вархата. Вархат, ваш любимчик Вархат. Доброе утро. Я опередила. Кстати, обязательно желайте друг другу доброго утра. Это такой важный ритуал, когда вы человеку практически говорите о том, что вы его любите, что вам не все равно. Но приступим. Сегодня мы с вами будем готовить пицца-бутерброды. Я уверена, что такого вы еще нигде не видели. Просто мы большие выдумщики. Да? Да. Для этого нам сегодня понадобится тостерный хлеб или любой другой хлеб, который есть у вас дома, просто порежьте его тоненько. Твердый сорт сыра на выбор, как вам нравится, по вкусу. Майонез. Его для склеивания только надо. Калорийненько сегодня, да. Это клей. В роли клея будет выступать у нас майонез. Сосисончики, помидорчики, зеленушечка. Все? Да. Все. Будем приступать. Так, выдаю тебе один хлебушек. Мы готовим вдвоем, каждому по одному. Нам необходимо сосисончики и помидорчики кубиками мелко нарезать. Мы же будем все в общей тарелке смешивать. Ну да. То есть помидор с меня сосиска? А, с меня сосиска, с тебя помидор. Можно и так. Одной сосиски будет достаточно? Конечно. На один хлебушек? На два хлебушка одна сосиска? Да. Все. Это ж пицца. Поехали. Посмотрите, как я режу. Сначала разрезаю сосиску напополам. Затем вдоль и полосками. Мало ли, вдруг вы не знаете, как резать сосиски. И нарезаем на мелкие-мелкие кубики. Мне, кстати, нравится, как повара режут как-то вот так. Сейчас мы с вами попробуем. Фарха, только не смейся. О, смотри, получается. Так же удобнее. Как так? Смотри, смотри, сразу начал включать повара. А подсказал это я. Напомнила. Напомнила. Напомнила, как правильно нужно резать. Смотри, смотри, я тоже так умею. А? А? Могу. Так. Сосисончик готов. Я отправляю его к помидоркам. Да. Скрещиваем сосисоны с помидорчиками. Это точно будет вкусно. Опаньки. Помню, что помидоры нам для сочности. Далее мы добавляем туда сыр. Да. Сыр. Как-то не уверена сейчас ты это сказал. И зелень. И даже я засомневалась. Сыр, наверное, не рис. Я порежу зелень. Давай. А ты сыр и майонез добавляй. Да, давай. На свое усмотрение. Самую нудную работу делаешь ты. Это знаете, когда готовите окрошку, и вам необходимо большое количество зелени, и нужно весь укроп отделить от ножек. То еще занятие, да? Но для этого у вас есть члены семьи. Сразу просите о помощи. Не буду весь, наверное, выкладывать сыр. Хотя, кого я обманываю. Выкладываем весь. Делаем вкусно. Мы любим много сыра. Прекрасно. Никогда еще в жизни сыр не выкладывала ножом. И майонез. Для майонеза мне понадобится ложка. Майонез нам необходим только для склейки. Поэтому немножечко пожалела. Еще чуть-чуть. Немножечко. Еще? Хочется. Прекрасно. Перемешиваем как следует все это дело. Вкусненько-вкусненько будет нам сейчас. Так, хорошенечко перемешиваем. Это важно, чтобы все ингредиенты перемешались с нашим соусом. Майонезом. Какие-то специи сюда добавлять не стоит, потому что сыр, скорее всего, соленый. Майонез соленый. Так. Я не знаю, как готовят поваров, но мне кажется, что у них обязательно входит в подготовку тренажерный зал. Моя рука постоянно в шоке. Начинка готова. Мы можем ее выкладывать на хлебушек. Да? Да? Я первая? С твоего позволения. Да, мы вперед. Так. Можно его как будто немножко намазывать. Можно и так. Смотри, какая жадная. Мне остается. Фархат, извини. Конечно, каждый сам за себя. Ну да. Держи. После того, как Фархат закончит начинять свой хлебушек, пиццу-бутерброд, мы отправляем их в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. И находится она там у нас какое количество времени? Как подзолотиться? Минут 10-15. И все. Ну, 10-15. Прекрасно. Так, у нас есть уже специальное для этого... Гастронопчик. Так, выкладываем. Я очень хочу показать, как скромно выглядит пицца-бутерброд Фархата. Внимание. Это вариант Фархата. Это вариант Тати. Кому бы вы пошли в гости, вопрос. Отправляем в духовку, доверяю это тебе. И ждем 10-15 минут, пока зазолотится наш бутербродик. Ура! Ой, надеюсь, оператор сейчас не оглох. Готовы наши пицца-бутерброды. Я очень хочу их попробовать. Сейчас Фархат их будет покладывать. Хорошенечко они подзолотились. И они, по-моему, даже хрустят. Так, Фархат, бери свой тонкий бутерброд. Ммм, культурный, ну не могу. Ммм, сочный. Вот именно такой должна быть ваша жизнь. А для этого нужно что-то делать. И можно начинать вот с таких вот классных завтраков. С классных завтраков. Друзья мои, по традиции мы желаем вам отличного дня, прекрасного настроения. И ждем вас уже совсем скоро в нашем эфире. Ваш Тати и Фархат. И бутерброды! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...